Фото до и после теперь уже не особенность маркетингового хода в соцсетях, а обязанность для автолюбителей запечатлеть своего железного коня перед процедурой техосмотра и после нее. Это одно из новых правил, введенных специально для того, чтобы бороться с нелегальным выпуском диагностических карт. Вместе с инспекторами дорожного движения новые правила техосмотра на месте оценила Фатима Даурова. Со стороны госавтоинспекции нововведением является участие инспекторов дорожного движения в процедуре техосмотра транспортных средств, занимающихся непосредственно перевозкой пассажиров. Всего по республике уже аккредитованы 12 станций техосмотра, 10 из которых на сегодняшний день полностью функционируют. Принятые заявки на техосмотр вносятся в определенный график, а проведение оценочной процедуры осуществляется не более чем через 5 дней после утверждения. Такое режимное отношение к делу должно способствовать тому, что не будет очередей. Каждое транспортное средство будет обслуживаться в свое время. Сотрудники ГИБДД обеспечивают надзор за проведением операторами технического осмотра. Потому что, сами понимаете, что пассажироперевозки такое опасное направление в части технического состояния транспорта, чтобы обеспечить безопасность людей при перевозках. Перевозят и детей, и школьные автобусы у нас есть на территории республики. Но то количество пунктов при тех загрузках, которые мы имеем на сегодняшний день, позволяет без очередей, безболезненно проводить осмотр автобусов практически в режиме онлайн. Существуют графики. То есть мы не можем держать круглосуточно здесь сотрудника ГИБДД. По графику автобусы заранее все уведомлены. Присутствуют сотрудники. Сегодня компанию оператору техосмотра составили главный дорожный инспектор республики Владимир Кушнарев и министр промышленности и торговли Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов, которые на месте оценили подготовленность пункта техосмотра к приему клиентов. Проверяется, нет ли течи жидкости. Вы визуально смотрите внизу, да? Внизу визуально проверяем. У нас есть прибор. Сейчас будем проверять всю ходовую часть. Потом будем проверять люфт рулевой колонки. Потом будем проверять тормозную систему. Скажите, сколько по времени занимает осмотр автобуса? Осмотр автобуса занимает порядка где-то 70-72 секунды по регламенту. У региона основная задача это обеспечение населения пунктами технического осмотра для того, чтобы не было заторов, не было очередей на пунктах и люди могли комфортно быстро проходить технические осмотры. Ну и еще основная задача это соответствие данных транспортных средств с требованием федерального законодательства. Есть приказ Минтранса оборудовании пунктов технического осмотра, которое позволяет полностью оценить состояние транспортного средства. Это позволит снизить, безусловно, в первую очередь аварийность и улучшение состояния автотранспортных средств как у нас в республике, так и в России в целом. Два основных новшества, которые должны учесть собственники автомобилей. Первое. Процедуру техосмотра будут фиксировать с помощью фотографий до и после диагностики. Эти изображения с координатами места съемки отправятся в единую информационную систему, в которой будут храниться и диагностические карты. Второе. Перед началом диагностики оператор обязан будет сверить идентификационные номера автомобиля, кузова, рамы, кабины с номером в свидетельстве о регистрации транспортного средства. При несостыковках оператор имеет полное право отказаться от проведения диагностики. А что же касается автобусного парка республики, профессионал своего дела Ахмат Иркенов, который за годы работы оценивал техническое состояние общественного транспорта не раз, сегодня комментирует так. Как вы оцениваете состояние автобусного парка? Техническое состояние автомобилей, могу сказать, 70% соответствует нормативам. А вот состояние кузовов автомобилей, салонов, да, конечно, они свое уже изжили. Автобусный парк, конечно, требует серьезного пересмотра к себе и желательно замены его на более свежие модели. Как новые правила повлияют на водителей? Для добросовестных ничего не изменится. А вот любителям нелегально оформлять техосмотр придется обращаться в аккредитованные станции ТО. Фатима Дорова, Мухаммед Ашебоков, Вести, Карачаево, Черкесия.